уважаемые слушатели и зрители положительный момент принял приглашение легенда интернета не падайте со стульев я его добавляю в нашу трансляцию я понимаю что вас застриговал вы даже представить не можете кто к нам сейчас придет неужели дружку круче перевыше алексей кудгуров здравствуйте здравствуйте добрый вечер а где вы находитесь сейчас в чебуркуле дома да да дома я даже не знаю что задать есть есть вопросы вот вопрос то есть вы начали рассматривать ваше творчество всем известно вы как бы один из самых первых которые заставили скажем так интернет-сегмент стряхнуться и предоставили такие вот очень интересные факты по поводу затоплений таких вот технологий которые якобы необъяснимы но вы пытаетесь их донести людям вас знают многие особенно в альтернативных источниках скажите пожалуйста то есть после вот таких вот ну ядерных взрывов то есть всех всех ваших разработок скажите пожалуйста а вы что-то новое уже нашли то есть какую-то новую тематику что вы можете разрабатывать но так это можете сказать свой будущий рома пожалуйста не клацай мышкой да алексей кстати очень хорошо я понял момент какой вопрос очень хороший это неизвестные технологии а непонятно технологии исходя из наших представлений о том или другом времени это чуть-чуть отличается то есть технологии это простые достаточно мы с ними постоянно сталкиваемся но исходя из нашего представления о том периоде они исключаются то есть вот это надо понимать что касается основных планов то главная задача которая перед собой ставлю это конечно же найти свидетельство реальное свидетельство грубо говорить найти город которым будет лежать оплавленная монета выпущены допустим 1841-1843 годах понимаете да то еще вы не было вопросов что допустим это событие произошло в семнадцатом в пятнадцатом 14 веке и так далее то есть так так что можно было датировать события да и точно его интерпретировать чтобы не было других интерпретаций что касается основных планов на будущее да первый план это сейчас я уже начал посещать различные мегалитические объекты вот сегодня мы приехали с горы зазерной и сегодня точно научился различать естественный природ так называемые природные объекты но они подходят под такое понятие как искусственная земля или терраформация но момент какой что-то что допустим сделано руками это чертово городище она очень похожа на то что сделано ну скажем так другими технологиями внешне не отличить но после дамы разрушения допустим по тому как наклон и этот камень крошится и все остальное это сможет отличить что вот скала допустим она абсолютно природная а вот это абсолютно сделано руками вот это мы сегодня смогли главное смогли распознать и научились это распознавать ну просто тосок просто посмотря на скалу это вот этот момент плюс очень интересное направление придумал и хочу в этом году сделать но обратился вячеславу по одной причине потому что он из тех сторонников которые считают что наша земля плоская конечно не настолько как сказать от этой мысли восторг прихожу но я всегда отношусь к вещам то есть пока я их не доказал или не проверк любая гипотеза принимается к рассмотрению как достоверный до тех пор пока не будет доказано обратно в этом году планирую очень много рейдов и поездок и в том числе ходе поездки в хакасию когда буду ехать в хакасию планирую заехать на озеро чины но у на озеро чины то я еду по другой причине многие там говорят что там метеориты падали то стать этот следы луны фаты пролетали цеплялись за землю и там шрамы получились вот так вот то есть заехать посмотреть что там происходит плюс провести один интересный эксперимент и суть эксперимента заключается следующем на одном берегу озера ставится маяк это чтобы вы понимали маяк это грубо ну смело и мощно сказано ставится высокая 6 мать это сделано из трубы раскрашена она ну под зебру с разным шагом для чего для то чтобы если вы смотрите с другой стороны вы четко могли сказать что вы здесь вот один метр там два метра там три метра пять пять метров и так далее высота этой шахты планируется 6 метров с указателем высоты совсем так на растяжкой после этого объехать озеро с другой стороны расстояние 46 километров получается прямой видимости и провести замерами но не просто замеры а с вечера до вечера почему потому что могут быть такие явления как неравномерный нагрев допустим поверхности воды неравномерный нагрев поверхности суши да когда сами понимаете допустим объект который находится за горизонтом который теоретически мы не можем видеть он оказывается на высоте допустим на небе мы его смотрим и видим выше нас то есть получается мы должны понять что земля либо вогнутая либо плоская либо круглая то есть основная задача это измерить кривизну поверхности земли вот и этого опыта том числе почему я к вячеславу обратился потому что он ну скажем так среди сторонников плоской земли достаточно человек известный а так как опыт мы будем проводить объективно все это снимать все это с это как назад это как раз с этим вопросом мы разберемся то есть если мы замерим что земля имеет кривизну это одно если замерим что кривизна нет тогда она будет пересматривать все остальные моменты но еще раз всегда подхожу такому моменту что любые рассуждения надо стоит на реальных физических ну скажем так опытах достать чтоб они были достоверные научные ну а не за счет того чтобы мы там подумали мы придумали за счет этого должны какую-то гипотезу приводить вот такие два основных плана то есть сейчас посещение мегалитов чем я сейчас уже и занимаюсь и второй план это бы занимаясь таким вопросом как пытаясь провести опыт на озере чины недавно я запустил проект на бум стартере вячеславу я ссылку дал то с вами может появиться так вопросы пожалуйста задавайте если позволите я хотела бы задать вопрос дело в том что о утопленных городах зданиях не в городах а зданиях меня это очень интересует дело в том что так как я нахожусь в италии и старая часть города каждого города несмотря на каком уровне он находится по отношению к морскому к морю всегда есть затопленность и по годам строения я могу плюс минус определить конечно спасибо вашим исследованиям благодаря им я проснулась и теперь внимательно смотрю на каждое с моей точки зрения старое здание так вот здания которые были построены приблизительно я так думаю около 200 250 лет они утоплены буквально на ну до двух метров и самое главное что я могу уже почти конкретно сказать что более новые здания или те же здания старые которые уже существовали после 1905 года они утоплены около одного метра все абсолютно и у нас каждый буквально дом который которому ну каких-то там пусть 120 лет которые пережили 1905 год окна находятся на уровне тротуара первые окна якобы как они называются подвальные и там видно что это не подвальные окна я сделала много фотографий вот дело в том что я сейчас в данный момент у меня другие исследования но этот вопрос меня тоже очень интересен и у меня набрано моя архивных данных очень много я сама это все нафотографировала у меня это есть даже на высоте я была в одной горной местности 1200 на уровне моря там та же самая картина так как у нас нельзя разрушать старые дома у нас люди очень практичные и от бабушки передается внукам дом и так идет идет по наследству так вот старые дома даже на таком высоком уровне над уровне моря первые этажи до трех метров они в глубине и все откал откопано буквально все откопано давайте я отвечу на этот вопрос ну смотрите внимательно я датирую события по нескольким моментам первое это допустим ну я как говорил свинцовая пломба наличие там урана стромцы в древесине и так далее плюс есть такие вещи как литографии которые сделал 1839 году андрей андрей дюран такой художник и на этой литографии изображен собор покрова на рву это собор василия блаженного и ну я надеюсь вот и знаете что то за собором достаточно известный он стоит на красной площади так вот этот собор изображен со ступеньками и сейчас у него на четыре ступеньки меньше понимаете да то есть литография написано 1839 год то есть за это время уровень красной площади поднялся примерно на полтора метра понимаете да такой это однозначно катастрофическое событие почему пошла в нормальных условиях сами понимаете дворники мусор убирают это это факт если вы допустим посмотрите венецию там есть очень интересные видео при которых канал перекрывают воду откачивают а там тротуар у вас и мостовая я просто что хочу сказать что когда вот это событие произошло уровень океана поднялся примерно метра на три понимаете да так италия за счет того что она расположена на внушка в гористой местности гористой да то получалось так что сгор очень много смыло как раз вот этой глины и всего остального не исключено что событие происходило в два этапа вы поймите что я это не могу утверждать я могу отвечать только за последние события которые мы датируем как 1841 43 год что касается допустим когда вы говорите что за здание построено 1905 году или чуть раньше значит момент такой что есть у нас в санкт-петербурге называется не адмиралтейство а это военно-морская академия такое здание да нам говорят что она построена после революции но она утоплена в землю и самое главное нет документов чтобы это здание ремонтировать то есть нет никаких ни чертежей ничего полностью ничего понимаете до отсутствует а он имеет все признаки того что она построена раньше то есть 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 такой момент то есть не всегда та информация которая нам есть ну говорят что здание построено допустим девятьсот пятом году не исключено что восстанавливали и ремонтировали девятьсот пятом году но нам говорят что его построили это один из фактов да но ваше наблюдение интересно я в каком отношении я не могу отрицать почему потому что мне нет основания вам не верить то есть действительность скорее всего так как вы говорите потому что это совершенно мои наблюдения дело в том я знаю как строились раньше дома виталии и как сейчас строились и когда строились до когда был муссолини и после муссолини этот периодом я исследовала ну так собственное хобби вот и могу точно сказать даже по постройке дома как всегда есть мода и придерживается определенной моды и строит по этому экскизу однотипному можно сказать дома конечно красиво погодите я правильно понял что это вот когда вы говорите мода да мода это вот мне обычно говорят вот до я говорю что до 1840 года люди ходили в цинды линдрах а потом начали ходить в карту за это же мода да это все равно что чукчи до 1814 года ходили в анараках а потом начали носить широкополые шляпы и пейсы это тоже мода понимаете да мы с вами наблюдаем такой момент что на этой территории произошло замещение населения с другим типом психики поэтому они стали строить руки другие дома помять я вы наглядный пример плюс есть информация что ватикан на самом деле был организован не там две тысячи лет назад да это вранье а есть информация что он был организован тысяч восемьсот тысяч девятьсот двадцать девятом году да мало того он построен понимаете построен на современный северный полюс и есть фотографии где это территория абсолютно пустан или там какое-то строительство идет очень много таких вот ситуациях с которыми реально надо разбираться и проверять я по ватикану сама тоже сделала исследование дело в том что здесь еще никто ничего не скрывает потому что свидетели еще живы и здесь на территории италии тяжело это скрыть дело в том что да действительно муссолини можно сказать с его разрешения были было сделано это государство ватикан и он строил муссолини строил расширял дороги выбрасывал дома и строил вот этот ватикан муссолини так когда что-то там произошло с муссолини это до сих пор есть в нашей истории изучается что до этого до двадцать девятого года приблизительно муссолини совершенно у него были совершенно другие взгляды на жизнь потом что-то изменилось и он передал территорию якобы под ватикан ну это что случилось случилось а то что муссолини строил стены ватикана да это так я могу тоже это подтвердить и здесь для нас эта информация нормальная хорошо параллельно существует также две тысячи лет но и параллельно также существует двадцать девятый год понятно это я все время когда докладывал на дорогах ариев доклад там сказано что если текст пуран читать лингвисты читают да они говорят что на таком тексте разговаривали в тринадцатом веке но принято считать что пурана написаны пять тысяч лет назад понимаете да то есть но лингвисты говорят что это было в тринадцать и пятнадцатый век нашей эры то есть ну вот вы только что мне сказали что принято считать что ватикану две тысячи лет назад но само здание ватикана постойно 1829 году да я это могу утверждать потому что я это смотрела есть и фотографии здесь у нас можно найти даже еще по по библиотекам можно насобирать я тоже очень хочу заняться этим вопросом так как у меня есть библия 1799 года вот и тоже хочу разбирать которая имеет не такая библия как теперешние издат вот есть некоторые странные вещи и очень интересные объясняет совершенно по другому и строение и все остальное и откуда произошел человек но там есть слова на иврите так что единственное что я могу тогда я вам смело могу сказать что если там на иврите тогда это не совсем еврит появился в конце 19 века его придумали это искусственный язык его придумали в конце 19 века то что вы иврит могли использовать слова которые есть в библии то есть взаимствовали другие Это вполне возможно. Но сам иврит, вы поймите, что его придумали, даже есть автор этого, то же самое, что Ватикан построили в 1929 году, точно так же иврит придумали в конце 19 века. Ну, почему богоизбранный народ жил и раньше, ему приблизительно около 600 лет, тоже есть такие исследования. Единственное, что я могу сказать наверняка и точно по этой книге. Это книга от хозяина. И этот хозяин умер 30 лет назад, умер в 90, ну, около 90 лет ему было. И его жена, которой сейчас в данный момент 90 лет, я купила у её родственницы. Представьте себе. И сейчас, если так, я обязательно же похвастаюсь этой книгой. А, вот она, она у меня на столе лежит. Вот, сейчас я включу. И обязательно вам сейчас покажу, и вы сами убедитесь, что это не может быть новоделом, что это нигде. Видите, да? Уже видно. Вот. Так вот, вот эта первая обложка, вот, она, обложка первая, оригинальная, вот эта. Вот я показываю. А эта обложка, ей каких-то 120 лет, потому что здесь ещё вот то, что написано. Видите, какая она. Надо, это, и мне, у меня нету времени это разбирать. И вот я вам открываю первую страницу. Подождите. Вот, чтобы было видно. Вот. Сейчас вам покажу. Какие литографии. Там, где есть даже робот. Дело в том, что я должна сделать фотографии с этой книги. Вот. И сама. Я боюсь эту книгу кому-нибудь дать в руки. У меня её украдут и сожгут. И когда я выезжаю из дома, я эту книгу всегда ношу с собой. Потому что зайдут и сожгут, заберут, украдут мне эту книгу. Света, минутка юмора. А книги содержат бациллы вредоносные для людей? Ну, конечно. Но дело в том, что все бациллы вредоносные были сделаны искусственно, начиная с 50-х годов. Вот. Здесь, в этой книге, и так как она 30 лет пролежала на чердаке, и ею никто не пользовался последних каких-то 70-80 лет, она для меня безопасна. Светлана, позвольте задать вопрос Алексею? Она по-английски написана? На итальянском языке. Понятно. И вот что интересно. Латынь. Нигде нет упоминания о латыни. У меня такое впечатление, что латынь была придумана буквально тоже каких-то 70-80, ну пусть даже 100 лет назад, на базе уже итальянского языка. Так как в латыни 22 буквы, и... Не наоборот? Нет. Нет, нет. Придумали какой-то мертвый язык. Дело в том, что, во-первых, итальянский язык, итальянские буквы, это наши буквы из... Как они? Из... Не руническая, значит, буквица и перед буквами... Светлана, не могу тебя перебивать, просто вот Николай из Киева хочет воспользоваться случаем и задать нашему замечательному гостю Алексею вопрос. Да. Да, если позволить. Да, хорошо. Алексей, смотрите, есть такая штука, как ускоритель частиц. Тот же Android Collider, и в России их немало на самом деле. Как вы считаете, действительно ли они занимаются тем, что они разгоняют частицы и ударяют их во что-то и смотрят, что получилось? Либо они чем-то занимаются, что влияет на нашу реальность? Вот вопрос интересный. Но если вот рассматривать чисто механические устройства вот этих всяких андронных коллайдеров и все остальное, то это устройство предназначено именно для ускорения частиц. Именно. Вот так вот. Единственное, что тут надо понимать, что так как физика у нас, ну, с самого начала, начиная с трех законов Ньютона, она неправильная. То есть изначально неправильно определено, что такое работа, да? Неправильно определено, ну, многие моменты неправильно определены. В результате физики строят виртуальные модели и пытаются эти виртуальные модели обосновать с помощью такого устройства, как Android Collider. Но у них ничего не получается. Надо понимать момент такой, что для того, чтобы изменить реальность, там надо чуть другие, другие механизмы. Там на другом уровне должны действовать. Полевые структуры, допустим, потом какие? Ну, допустим, грубо говоря, передвинуть Землю ближе к Солнцу, да? Реальность у нас не реальность, у нас климат изменится, условия изменятся и так далее. То есть, ну, андронный коллайдер и наши все вот эти ускорители частиц, они именно по такому принципу устроены, именно предназначены для разгона. Именно для разгона. А что при этом получается, в кого они попадают и что при этом, какие брызги летят, это, к сожалению, они нам достоверную информацию не показывают. Показывают фотографии и говорят, вот здесь вот есть базон Хиггса. Их спрашивают, покажите, что именно здесь базон. Показывают, допустим, фотографии, говорят, вот здесь вот разлетаются заряженные частицы, да? А разлетаются не прямолинейно, но в магнитном поле. Он ему спрашивает, покажите, какие из этих частиц заряжены. И так далее. Ну, точно, вот такая ситуация. То есть ученые пытаются получить гранты под свои должности и звания, чтобы, ну, скажем, наука это та же самая религия, только вооруженная, так сказать, большими приборами дорогими и требующие большие, так сказать, денежные затраты. Ну, да, но я просто смотрел, что и в Дубнах, да, и в Протвино под Москвой есть эти ускорители частиц. И в Новосибирске их несколько. Я даже не думал, что в России они действующие, работают причем. Ну, фундаментальная наука у нас достаточно хорошо развита. Единственное, что в последние годы было меньше денег, тратили на нее, но это все сохраняется, поддерживается. Почему бы и нет? Ну, еще такой вопрос, допустим, как вы считаете, что такое Луна? Ну, давайте смотрим. Значит, скорее всего, это, берем так, официальное представление, это искусственный спутник, я тоже так считаю, имеющий размеры те, которые нам предлагается поверить, внутренное поло и представляет из себя не что иное, как космический аппарат искусственного происхождения, имеющий две основных задачи. Первая основная задача, как я считаю, это стабилизировать вращение Земли, чтобы Земля не кувыркалась, исходя там из эффекта Джанибекова. И второй момент, это, ну, скажем так, скорее всего, там есть приборы, управляющие, влияющие на нас и на наше сознание. Извините, если я вас не хотелось перебивать, тоже такой вот вопрос, ну, по поводу Луны, конечно, очень много таких аспектов, вот, сложно не отвечать, я прекрасно понимаю. Можно ближе к вашей тематике, вот вопрос, если вот была такая война от 1812 года, да, ну, ее не скрыть, то, как вы считаете, каким вооружением все-таки воевали войны? То есть у них своеобразная форма, они ярко одеты. Можете что-то вот на эту тему сказать? Ну, война была не 12-го года, а 41-го. У нас просто, у нас есть такой момент, как хронологические сдвиги, когда одно и то же событие переносит ближе, дальше и все остальное. Надо понимать, что сам удар, сам удар был внешний. То есть однозначно удар наносился с орбиты. По типу, как, допустим, есть воронки, это кассетные боеприпасы. То есть когда, допустим, сбрасывают на район, они там рассыпаются, и вот этот, как они попадают, полностью соответствует нормальному закону распределения. Ну, можете открыть теорию вероятности и посмотреть, как теория звучит, и как эти воронки располагаются. Совпадает 100%. Просто момент какой, что могли применять оружие, которые на других физических принципах, но по мощности воздействия соизмеримы и с ядерными. Поэтому я говорю, что была ядерная война, и судя по тому, что все-таки нашли уран и с тронцией в древесине, в том числе были воздушные взрывы в атмосфере. Но для того, чтобы было какое-то представление о том, что происходило, вынужден говорить именно про ядерную составляющую. Что касается сухопутных войск, то если посмотреть у нас сейчас, допустим, наши войска, у нас есть и, допустим, казаки, одетые в национальную одежду и с шашками ходящие, да, и в этот момент есть эти ракетные войска стратегического назначения. Если рассматривать атомную бомбу, вот возьмем термоядерную бомбу, да, берем простое ее устройство, внутри у нас ядерный заряд, запал, вокруг нее тяжелая вода, которая является как бы термоядерным источником, да, оболочку делают не из чего, а именно из неоружейного урана. Вопрос такой, если бы термоядерная реакция была в том понимании, которое нам предлагают делать, да, то эта оболочка совершенно не нужна. Понимаете, да? То есть холодная, тяжелая вода, которая используется в термоядерной бомбе, используется как замедлитель нейтронов для того, чтобы неоружение урана воспользовать этот и задействовать в реакции. Плюс следующий момент, говорят, очень высокая радиация. Так вот, когда царь бомбу взорвали на новой земле, на следующий день в эпицентр взрыва летал вертолет, и он там не обнаружил никакой радиации. То есть чем мощнее бомба, тем меньше радиоактивных заражений. То есть могли вполне создавать, допустим, один или другой тип бомбы, который бы не оставлял радиоактивные заражения. Это не проблема. Плюс есть сейчас интересное наблюдение в интернете. Они заключаются в том, что есть записки свидетелей, что когда в Семипалатинске проводили взрыв, вертолет взлетал, туда улетал и тут же прилетал с обратной стороны. Оказывается, он два часа летал. Понимаете, да? А для тех людей, которые там находились, прошло буквально минуту, как он взлетел и улетел. То есть это говорит о том, что в том месте, где бомбы взрываются, даже меняются некоторые основные константы, то есть временно скорость сечения процессов меняется и так далее. То есть это настолько неизученные процессы, то есть понять невозможно. А основное, в том числе, основное ударное воздействие ядерных бомб, это рентгеновское электромагнитное излучение. Оно напрочь наши мозги вышибает. Вот так вот. А тогда вопрос. А когда была взорвана царь-бомба на Новой Земле? Если не ошибаюсь, в 1962 году. Вот. Это я хотела сказать. Дело в том, что я проживала в Салихарде, но я проживала не в этом году, не в 1962 году. В 1963 я родилась. Те, которые, потомки, которые родились в 1962 году, они были почти все шестипалые. Почему? Беременные мамочки, когда носили под сердцем этого ребеночка, они все в Салихарде выходили смотреть на взрыв этой царь-бомбы. Их предупредили. Так вот, новая земля от Салихарда находится на удалении 2000 километров. И они видели вот этот гриб. Ну, видели взрыв и видели гриб. По моим знаниям, Алексей, прошу прощения, шестипалость не связана с радиацией. Да, пожалуйста, Алексей. Нет, момент не в том. Смотрите внимательно. Вспышку взрыва не могли видеть, а гриб видеть не могли. Момент в том заключается, что происходит в этот момент, когда происходят такие взрывы, да, никто не знает. Какая информация в этот момент записывается, прописывается и так далее, там же какие изменения происходят. Понимаете, вы тоже это, мы тоже этого не знаем. Ну, то есть ядерное оружие не изучено полностью, до конца, понимаете, да? Да. Значит, Вячеслав, благодарю, что пригласил. Просто надо... Алексей, сейчас, прошу прощения, замечательный. Очень хочется, чтобы были выкроены минуты. Предоставленную ссылку буду постить, где можно и где нельзя. Очень рады и надеемся до дальнейшего, так сказать, это общение. Ну, Вячеслав, периодически буду заходить в гости. Только единственное, что... Честно скажу, не буду обсуждать с тобой сотовую землю. А я иди соберу... И Америку тоже, да? И Америку тоже, не надо почему-то... Не, я буду максимально деликатен. Я, ну, нет, момент такой, что мы, допустим, с Ториером этот вопрос обсуждали, но почему-то из нашей беседы были вырезаны все мои возражения, и получилась игра в одни ворот. То есть вот так вот. Но монтаж делал он был не мной, а Ториером, правильно? Да, да. Ну, это ладно, так сказать, называется. Это вопрос второй. Ладно, Вячеслав, благодарю, что пригласил. Я просто в том числе еще раз напоминаю, что начинается в том числе... Хочу провести такой эксперимент, как замер кривизны поверхности земли, и без помощи друзей и соратников, в том числе и твоих, Вячеслав, это сделать невозможно. Замечательно. То есть только всеобщими усилиями мы можем подготовить. Ну, это же надо все изготовить, все надо сделать, привести, установить. Благодарю за то, что пригласили. Была рада с вами пообщаться. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok